6 ноября в Видновской районной клинической больнице начата работа комиссии, организованной Министерством здравоохранения Московской области совместно с главным контрольным управлением. Первоначально на ее деятельность отвели 4 дня, но впоследствии было принято решение об увеличении срока до 30 дней. Работа комиссии будет продлена. Состав комиссии будет расширен для того, чтобы не только финансово-хозяйственную деятельность, не только кадровую работу всесторонне проверить, но и медицинские аспекты, аспекты оказания медицинской помощи населению. Об этом заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утемова заявила на экстренной встрече с коллективом ВРКБ, проходившей в стенах медицинского учреждения. На заседании присутствовал и глава Ленинского района Валерий Венцель, который взял ситуацию под личный контроль. Мы должны просто эти проблемы решить, и решить мы их должны совместно. Я уверен, что при таком подходе, когда я, естественно, со своей стороны, через и заместителя, и лично, еженедельно здесь буду присутствовать на территории не только здесь больницы, поликлиники, амбулаторий в составе ВРКБ Ленинского района, для того, чтобы все-таки почувствовать эти все болевые точки. Для объективности принятия решения одним из первых шагов комиссии стало временное отстранение от должности главного врача Виктора Барсука. А встреча, продолжавшаяся более полутора часов, продемонстрировала раскол среди коллектива больницы. Высказаться мог каждый желающий, и иногда мнения были диаметрально противоположными. Я считаю, что он делает все возможное для того, чтобы здравоохранение в Ленинском районе было на высоте. С начала года у него некий закупок препаратов по всей больнице. Я могу сказать за свое деление, за глазное деление. У меня не было местных анестетиков с нового года, не было антибиотиков, не было медариатиков, которые необходимы при операции глазных. Ситуацию, когда больные вынуждены за свои деньги покупать необходимые медикаменты, Елена Утемова назвала вопиющей. Недопустимо, чтобы пациенты, попадая в больницу, были вынуждены приобретать и лекарственные препараты, и изделия медицинского назначения. Ну и, собственно говоря, любой медицинский работник, приходя на свое рабочее место, он должен понимать, что он имеет возможность применить свои навыки, свои знания, ему реально есть чем работать. Для устранения этой первостепенной проблемы и поддержания работы больницы на должном уровне Минздрав Московской области примет ряд мер. В частности, в ближайшее время будет полностью погажена кредиторская задолженность медицинского учреждения. Речь идет о сумме 104 миллиона рублей. А по окончанию работы специальной комиссии вновь состоится встреча с коллективом ВРКБ, где и будут озвучены принятые правовые решения. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова